девушка подходите про дегидраторы будем рассказывать про сушку очень интересно и так это ликвип декуб он поставляется в двух комплектациях эта комплектация на 6 лотков также есть комплектация за ней на 12 лоточков и здесь зона сушки 0,75 квадратного метра там соответственно в два раза больше полтора у этого дегидратора в комплекте есть такие замечательные расширители они необходимы для того чтобы сушить крупногабаритные продукты либо доводить овощи до поспевания овощей и фрукты то есть например если вы купили манго зеленое его можно завернуть в фольгу и с помощью этих расширителей увеличить зону сушки положить сюда ваша манго и она в течение суток дозреет и будет вкусным спелым в комплекте также имеются два вот таких силиконовых листочка эти поддончики необходимы для того чтобы готовить пастилу то есть готовую смесь пастилы выливается на поддоны и устанавливается соответственно в дегидратор где и доходит обычно за 12 16 часов в зависимости от используемых продуктов выбранной температуры и толщины продуктов сейчас я покажу как можно сушить продукты наиболее популярные в нашей полосе а именно яблоки скоро сезон яблок начнется и я покажу что можно сделать яблоки можно нарезать вот таким способом я резал сегодня ножом хотя обычно для этого используют либо слайсер либо какую-то другую технику для нарезки но вот я нарезал ножом соответственно я нарезал разной толщиной и у меня получится разный результат из этих яблок некоторые яблоки будут похожи вот на такие когда они пересохнут некоторые яблочки будут иметь такую форму яблоко нарезанное такой толщиной она будет сушиться конечно дольше но из него можно сделать не просто чипс сухой а можно сделать практически конфету тянучку на этот лоток вмещается 2 спой на яблочко после сушки будет выглядеть примерно вот так единственное что заранее приготовленные яблоки из них была вырезана сердцевинка поэтому они выглядят немножко по-другому за счет вырезанной сердцевинки они сушатся кстати быстрее потому что продукт сушится не только с внешней стороны но и с внутренней после того как мы подсушили яблоки до определенного момента когда они у нас уже выглядят примерно вот так то есть они все еще гнутся не до конца досушенные но уже посушенные их можно сыпать двух-трех лотков на один лоток распределить вот таким образом и досушивать уже вот так а освободившиеся лотки заполнить новыми яблоками и сушить их заново соответственно если на один лоточек у нас влазит изначально 2 спой на яблоко то на 12 лотков у нас поместится около 15-16 яблок которые можно будет засушить в течение 12-14 часов на солидической температуре но если применить вот такую последовательность как я показал то есть сначала подсушить до начального состояния яблоки потом скинуть их на один лоток двух-трех и досушивать уже в таком виде то можно будет сушить яблоки значительно быстрее дегидратор очень легко управляется днем для того чтобы включить необходимо нажать пальчиком на кнопочку он замигает с помощью левого регулятора выставить количество часов сушки с помощью правого выставить температуру собственно сушка уже началась и окончится она по истечении этого времени после чего и дегидратор напишет здесь and также вот видно полосу это полоса прогресса которая отображает сколько времени осталось еще на сушку вот так выглядят апельсины они сухие достаточно ломки вот так разламывается подходите пробуйте апельсинчики яблочки пробуйте ну и в конце надо закрыть крышечкой чтобы сушка шла быстрее какие-нибудь пожелания ну и